Почва – это основа богатого урожая. Причем плодородность ее зависит не только от изначального типа, но и от правильного ухода за ней, от того, какой была зима и от того, насколько засушливой была весна. Чтобы посевной сезон не прошел даром, владельцы хозяйств специально готовят почву осенью и весной, используя различные удобрения. Однако значительная их часть может негативно сказаться на качестве урожая. Ученые Казанского федерального университета уже почти 10 лет работают над решением этой проблемы. В ходе своих исследований они выделили из почвы республики бактерии, которые благоприятно влияют на рост урожая и при этом ему не вредят. Тема фосфатомобилизующей бактерии как основы биоудобрений для сельского хозяйства республики Торстан очень актуальна, поскольку возрастает необходимость увеличения урожайности сельскохозяйственной продукции. Экологически чистой, свободной от фитопатогенных организмов и безопасной для людей. Сейчас исследование носит фундаментальный характер. Ученые изучают влияние бактерий на корни растений. Предполагается, что препарат будет опробован уже в почве. Для того, чтобы изучить весь механизм действия, в рабочий состав помимо бактерий также включен флуоресцентный компонент. Он на свойство препарата никак не повлияет. С помощью него в дальнейшем будет проще изучить корень растения, то, как именно бактерии на него влияют. После этого ученые смогут скорректировать состав и продумать методы производства удобрения. Объектом исследования являются почвенные бактерии. Это бациллс гизингихуми и пантея бреннери. Эти почвенные бактерии, они выделены из почвы республики Татарстан по признаку максимальной фитазной активности. Данные бактерии продуцируют ферменты фитазы. Эти фитазы, они выделены, очищены, изучены их свойства. Также нами установлено, что бактерии улучшают рост растений, увеличивают их биомассу. Бактерии способствуют увеличению энергии прорастания семян. Также обнаружен очень высокий ингибирующий эффект, фунгицидная активность против фитопатогенных микромицетов. И выделены вот эти фунгицидные соединения, они выделены, идентифицированы и установлена их форма фунгицидных соединений. Промежуточные результаты исследования ученые периодически публикуют в научных изданиях. Проект ученых поддержан грантами Академии наук Республики Татарстан, Российским научным фондом, а также Российским фондом фундаментальных исследований. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс.